Встреча с Леоном Вайнштейном Встреча с Леоном Вайнштейном Верховный Свет сказал, что это законно Такой вопрос является законным Но дайте нам иные аргументы Временной аргументации не осталось Поэтому вчера на пресс-конференции Мы услышали о том, что Найдено другое решение Каким образом узнать Кто есть кто в нашей стране Вот об этом если можно Конечно Вообще очень странная история Потому что Государство Которое определяет Кто голосует, сколько человек голосует Сколько они посылают представителей В конгресс То есть на самом деле Одно из основополагающих баз Понятий нашей демократии А именно Мы там 100 тысяч человек Мы посылаем одного представителя в конгресс А вы там 200 тысяч человек Вы посылаете двух представителей в конгресс Оно из-за того, что у нас перемешаны Как те люди, которые должны иметь право голосовать Так и люди, которые не должны иметь право голосовать Перемешаны И таким образом Если у вас живет там Условно говоря 100 тысяч лишних нелегалов То вы получаете лишнего конгрессмена Который будет там Условно говоря За вашу партию голосовать И таким образом Вмешательство в выборы Или вмешательство в честные выборы происходит Потому что Ну понятно, да Если у меня очень много живет нелегалов А я скрываю, что они нелегалы А просто считаю их как головы людей Значит я получаю большую силу В конгрессе Соединенных Штатов Америки Так допускать этого нельзя Потому что Не потому что я считаю, что там нелегалы будут голосовать Не за того, за кого я хочу Мне все равно за кого они будут голосовать Просто по той причине Что они не должны голосовать Это даже вопрос такой Не должен задаваться Вот Всегда Что называется Испокон веков По-моему Я уж не помню с какого времени Но Там последние Там 30-40 лет Совершенно точно Вопрос Ты собственно Гражданин ты страны или нет Он был включен Я не 100% уверен Что люди отвечали честно И я не 100% уверен Что после того Как они отвечали Те кто Опрашивали их Они Спрашивали у них документы То есть С моей точки зрения Огромное количество людей Говорило да Кивало головой Просто потому что Проверить Никто этого не собирался проверять Либо если они получали Эту форму Никогда Чих ним кто-то приходит Стучиться в двери А по почте То на самом деле Иди проверь Они отметят себе Скорее всего Отметят да Гражданин Чтобы не дай бог Там хотят Безыменный Как бы Этот опрос Но тем не менее Чтобы потом Не дай бог Там кто-то не пришел Он начал у них что-то выяснять То есть Люди это скрывают Но даже при том Что ответы на эти вопросы Были Ну мягко говоря Неточные В сторону Увеличения Значит Людей Которые Вряд ли был кто-то Кто был американским Гражданином И говорил Я не гражданин И конечно Были те Которые не были Американскими Гражданинами И говорили Я гражданин Значит Даже при этих Неточностях Все равно Какая-то Более не менее Картина Ну там На На какой-то Процент Она появлялась Все таки Потому что Мы сегодня Не знаем У нас живет 11 миллионов Нелегально Людей на этой стране А может 15 А может Их давно Уже 25 Кто знает Никто же Их не считал Никогда Не считает И тому подобное Значит Вот это Несчитание На сегодня Очень выгодно Одной партии Демократической Просто по той причине Что Нелегалы И Скажем Словно говоря Испаноговорящие Видят Демократическую партию Как ту Которая помогает Им ввозить сюда Их родственников Хотя теоретически Они Мексиканцы И другие латины Они против Незаконной эмиграции Но все Они хотят Ввести Брата Сестру Тещу Кого-то еще И когда Привод Демократы Позволяют Это сделать А республиканцы Нет То они В общем Голосуют За демократов Так что Вот там Где есть скопление Большие Условно говоря Латино Население И плюс Население Незаконного Они голосуют За демократов Таким образом Получают Как я уже говорил Большое представительство В Конгрессе А там В Конгрессе Уже решаются Всякие другие дела Естественно Имеющие отношение Ко всему К нашему бюджету К налогам К чему угодно И выясняется Что частично Наше решение Кому платить Кому не платить Вдруг оказывается Принимается Практически Нелегальными Эмигрантами Которые вообще Не имеют права Находиться Голосовать Находиться На территории США Вот Значит Информация Это необходима Еще там По целому Ряду причин Неважно Сейчас По каким Администрация Попыталась Вернуть Это же они Не придумали Это дело Практически Всю жизнь За исключением Барака Обама Который Создали Длинную Форму Высокую Короткую Форму Из одной Перекидали В другой Этот вопрос Потом вообще Про него забыли Потом что-то Еще И бац Появился Такой Опрос Без Того Что там Есть Вопрос А вопрос Ник Без вопроса О Являющей Ты гражданином Или нет Как только Люди Трампа Сказали Мы собираемся Вернуть это И начали это делать Сразу же посыпались Суды Мол Нельзя этого делать Почему можно было Предыдущие 40-50 лет И нельзя Сейчас Никто объяснить Не может Но Все кричат о том Что Вы будете Отпугивать Людей Очень чушь Какая Значит Я даже не хочу Пускаться в их аргументы Настолько они детские И идиотские Значит Что Что говорит Трамп У него было 4 или 5 вариантов Решения этого вопроса И в общем Давно Как бы уже Буссировались слухи Что он скажет Ладно Черт с вами Так сказать С этим вопросом Пусть там не будет Это вопрос Но Я Я Все Прикажу Слово Искал Прикажу Всем нашим Министерствам Ведомствам Включая силовые И тому подобное Слить в одно Какую Так сказать Там Место В специально Такую организованную Группу Так сказать Людей По этому делу Слить всю информацию Которая у нас есть По законным Незаконным И тому подобное Людям Проживающим у нас И так У нас Информация Довольно обширная То Они считают Что 90-95 Процентов Тех Кто здесь незаконно Будет там отмечен В Допустим 90 процентов То есть Уже мы решили Эту проблему В конце концов Ну 10 процентов Хотелось бы знать Но По крайней мере Мы будем знать Что 90 процентов Они правильно отмечены Значит Способом Не имеющим Никакого отношения Как бы К клиническому населению К опросу Будет решаться То же самое До сегодняшнего дня Между Департаментами Ведомствами И тому подобное У каждого Была своя информация Они как бы И не делились Да Собственно Че делиться У тебя своя У моя своя При необходимости Можно запросить А так Они сейчас все будут Эту информацию Сливать в одно и то же Место И будут с ней Оперировать Я предвижу Правда Что демократы Начнут кричать Что никакого отношения То что делает Администрация Которая республиканская Которая антинародная И тому подобное Нельзя это брать За базу Вот как раз Построение Конгресса Я думаю Что будут судны По этому поводу Неисчислимые И т.д. То есть вот Демократы Нашли способ Каким образом Мешать Стране Развиваться Мешать Стране Решать Проблемы Они мешают С эмиграцией Они мешают С экономикой Они мешают С внешними делами Какими-то Они мешают Со всеми Переговорами Которые есть Что стоит Только Закулисные Подказки Ирану Как себя вести Соединенных Штатов Америки Чтобы сделать Америку хуже Ирану лучше Ну просто класс Так что Я предвижу Что и на этом Будет огромное Количество судов И Но тем не менее Опять же Я думаю Что президент Имеет право Своим подчиненным Приказать Что-то делать Они обязаны Это делать Вообще Возникает вопрос Простой Законный вопрос Представители Демократической партии В интересах Каких американцев Они вот Ведут себя И действуют Подобным образом Ну я Я живу в Калифорнии И Последнее время Последнюю неделю Две Достаточно много Ну там Правых Условно говоря То есть Давайте скажем так Нелеватских Средств массовой информации Обращают внимание На то Что в одном Лос-Анджелесе Вдруг Образовалось Порядка 60 тысяч Бездомных людей Это значительно Больше Чем у нас было раньше Их прибавляется И прибавляется Значит Они Я думаю Стекаются Из других штатов Сюда В Калифорнию Потому что У нас там Там Сан-Франциско Разрешено Там В Сиэтле Кстати Никогда в Калифорнии Еще У соседей У нас же В Сиэтле Вообще Разрешено В любом месте Поставить палатку Там жить и прочее Неважно Это прямо у входа В твой офис Твой банк Твой дом Там Где угодно И с ними Ничего нельзя делать Полиция поднимает руки И говорит Ни я не могу выселить их Ни вы не имеете права Ничего с тебе делать Городская власть Сказала Что улицы Предлежат всем И они могут жить На этих улицах Писать Какать Извиняюсь Заниматься любовью Прям там И т.д. То есть Все это можно И вот у нас 60 тысяч Человек Которым надо помогать Которым надо помогать Значит Можно разбираться В причинах Почему они там Оказались на улицах Но это второй вопрос Первый вопрос Это американские граждане Им надо Помогать Кому-то там Надо просушивать От алкоголя Кого-то надо Отучать От наркотиков Кто-то не в порядке С умом У кого-то действительно Кошмарное положение Он оказался на улице Т.д. На это у нас денег нет В Калифорнии Нет у нас денег Зато у нас есть Миллиарды Для того Чтобы организовывать Для нелегальных Эмигрантов Дополнительные клиники Которые мы будем Оплачивать Из наших Дополнительных налогов Для того Чтобы как можно Больше нелегальных Эмигрантов Могло приехать сюда В Калифорнию Лечиться Учиться У нас классы Переполненные Вообще 30 человек Класс Это просто Минимум Раньше Это был Кошмарный Максимум А сейчас Это нормальный Минимум В школах А еще В этих Я уже Хочу про школы Сейчас Потому что Меня просто Понесет Отвечаю Теперь на Сережа Твой вопрос А с моей Точкой Дрения Демократическая Партия Руководство Демократической Партии Сегодня Действует Исключительно В интересах Руководства Демократической Партии Я на самом деле Как бы их могу понять Такая кормушка Власть Возможность Заработать Денег И так далее Но я никак Не могу понять Тех идиотов Которые оплачивают Это и голосуют За это Вот это у меня Вызывает Так сказать Вопрос На который Это тоже Это еще легче Значит Давай представим себе Что у нас На острове Живет там 10 человек Да Из них 4 работают Зарабатывают Деньги А 6 не работают Вот эти Которые Не работают Смотрят 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 Или мало Зарабатывают И говорят Ну завидно Давайте соберемся И устроим Демократию Собрались Все вместе На собрании И постановили Шестью Голосами Против Четырех Что у нас Теперь будет Демократия А демократия Означает Что решило Большинство То и делаем Следующим вопросом Перераспределение Богатства И вот то Что получают Получают Вернее которые Не платят А которые Получают И которые Дали право Почему то Распоряжаться Деньгами Тех Кто получает Они решаются Ну как бы Этих я тоже Понимаю Которые Не имеют Не получают Не хотят Не могут По разным причинам Но те Кто в принципе Достигли Чего то И профессион Профешнл И адвокаты Некоторые Врачи Некоторые И тем не менее Есть Есть две категории В этих Так сказать Вот в этих людей Которые достигли Одна категория Когда у людей Очень много денег И На самом деле Если они будут платить Там 30 процентов 40 там Или 50 И с чего то Так сказать Они всегда Не инвестируются Ну а там Кладывают в банк И ладно Они ощущают Что Подумаешь Я там чуть-чуть За то Там так сказать Само давать не буду Но если все будут давать То я тоже буду давать Меня это не очень волнует То есть категория Так сказать Очень богатая А вторая категория Есть людей Которые почему-то Считают Что Их это не качество Понятно Поломалось И страна Встала То что она сейчас Встала И страна Помните В каком Привиденте Это произошло Если вы можете Давайте уже Как-то Хорошо Я просто сразу объясню Очень Меня интересовало Там были проекты Когда только приехал Для меня это просто Поражалось Когда мы могли остановить Мы не могли бы Снять дорогу Все началось В нашей стране Исколькорния В особенности После того Как президент Рейган Принял закон Об амнистии Я читал Свидетельства Калифорнийцев Которые там жили Они просто бросали Свои дома Началась Просто волна Волна Началась Этого не было До того Как бы это амнистия Остальные президенты Даже не знали Что-то пробовали делать Не думаю Но Это произошла Точка невозврата Сейчас мы можем Говорить Тысячи и тысячи часов После Рейгана Эти ребята Пришли сюда И они уже Никуда не уйдут Это понимаете Реальность Ничего нельзя сделать Трамп пытается Дай боже Чтобы он конечно Доктор и президент И второй раз Он ничего не сможет сделать Это уже нереально Мы имеем По официальным данным То что поговорят Последние По-моему 8 лет Мы имеем 12 миллионов Если по официальным Я не знаю Как я не буду Статистику Эти люди нелегальные Мы можем Старполировать Я думаю Около 35 миллионов Человек находят Здесь нелегально Ну 20 так точно Спасибо Что трамп можем сделать Спасибо Понятно Но все таки Я думаю Леон Хотите что-то сказать По этому поводу Это было такое Ну Скажем так Я вообще не знаю Что такое точка невозврата Пока Пока можно бороться И пока можно Нужно бороться Пока можно Решать проблемы Нужно решать проблемы Я согласен С Валившим Что это огромная проблема Не знаю Как раз тот момент Когда с Реганом Это было Я просто действительно Не знаю Не задумывался На эту тему Не проверял статистику Проблема огромная Единственное Что Что Все таки Люди Которые приезжают сюда Пусть они не образованные Пусть они Ну там Я не знаю Не понимают ничего Ни про нашу культуру Ни про нашу Философию Жизни Американскую Да Но они все таки Из тех Которые работают Хотят работать И у них Есть какие-то Определенные Ценности Христианские Которые Если Как бы Правильно Им объяснители Если они Я не знаю Там Если они Поймут Нашу жизнь То Большинство Из них Начнет голосовать За то Что хорошо Малому бизнесу И рабочим А не что хорошо Студентам Профессорам Университетов И оголтел Им Условно Говорят Неполучателем Блан Законным Образом Так что Я не думаю Что это волна Которая Как в Европе Мусульмане Которая Чужая Культура Чужое Понимание Желание Полностью Переделать Страну Латины Не хотят Переделать Нашу страну Им говорят Ребят Хотите Получить Бесплатно Кто же Отказался Правильно А дальше Они не думают Это хорошо Плохо Стране Сколько Из наших Знакомых Правильно Которые Говорили Давай Мы тебе Сделаем Дисабилити Или что-то Еще Говорили Здорово Давай Полно Таких Не будем Показывать Пальцами И тому Подобное Просто Потому что Человек всегда Думает О себе Значительно Больше Чем он Думает О строе О будущем Но Если Убрать Вот Эту Постоянно Идущую Сюда Волну Если Убрать Те Блага Которые Сыпятся На Американцев Может В очень Малом Относительно Много С них Не сделаешь Но Когда У тебя Ничего Нет На тебя Что-то Сыпется То Ты Считаешь Что-то Потрясающее Это Канад С помощью Которого С моей точки Верия То население Которое Сюда Приходит Оно Если Решить Проблему На границе Закрытие И решить Проблему С тем Что Любой Человек Который Приехал Сюда Незаконно Будет Обязательно Отсюда Выселен Если Он Совершает Какое-то Преступление И Последнее Это Те Кто Пришел Сюда Незаконно Не Имеют Права Стать Гражданами Точка Они Не Имеют Права Стать Гражданами Если Ты Пришел Безаконно Границу Или Приехал Сюда Остался Не Уехал Обратно Законно Но Тогда Будет Решено Эта Проблема Будет Медленно Решаться Она Медленно Создавалась Она Будет Медленно Решаться И Как Мы Знаем Если Америка Нормально Жить И Действовать В рамках Я Борюсь За Свою Счастье А Стране То Эти Самые Латино Они Придут К тем же Ценностям Которым Пришли Потоки Итальянцев Добрый день Пожалуйста Вы В эфире Здравствуйте Вы знаете Все правильно И все Ваши Предложения Если бы Были Притворены В жизнь То Вся Бо Эта Проблема Исчезла Но Самая Главная Проблема Которая Как Бы Пока Что Не Исчезает Все Что Творится В нашей Стране Все проблемы Упираются В одно В демократическую Так называемую Партию Партии Мошенников Паразитов Негодяев И всего Прочего Вот Пока Она Существует Пока Она Сама Себя Не Сожрет Пока Народ Не Созреет И не Поймет Что Надо Ее Убирать Что Нельзя За нее Голосовать Будет Все Хуже И хуже Смотрите Кто У нас Появился Да Но Вот Я хочу Еще Сказать Вот Давайте Мы Наверное В следующем Мария В следующем Сегменте Об Эпштейне Поговорим Значит Мечтать О том Что Исчезнет Демократическая Партия Но Об этом Можно Мечтать Никогда Она Не исчезнет Неважно Поменяет Название Это Неправильно Да Значит Нельзя Делать Однопартийную Систему Даже Если Вы считаете Что Одна Партия Она Идеальная Ну И потом Вот Эта Левая Идеология Она Существует Давно С позапрошлого Века В Европе Марксистская Идеология Существует В Европе С позапрошлого Века И никуда Она не делась Реализовали Идеи Маркса На одной Отдельно Взятой Территории В свое время Каков результат Все знают На других Территориях Попытались Реализовать Эти идеи Тоже Результат Весьма И весьма Плачевный И тем не менее Она живет И 40 Более 40 Процентов Населения Нашей страны Отдают Предпочтение Во всяком случае Не понимая Очевидно До конца Или не зная Что Что так сказать За собой Влечет Это Говорят Что они Предпочли бы Социалистический Строй Капиталистическому Так что Эта идея Всегда жила Живет И будет жить Обидно Когда эти идеи Живут и побеждают Вы помните Такой лозунг Идеи Ленина Живут и побеждают В отдельно Взятой Стране Так вот Это печально Это обидно Это трагически Но в принципе От этого никуда не деться Это постоянная борьба Никогда не будет Вообще Такое впечатление Складывается Что вот Республиканцы Выиграв какие-то выборы Как бы успокаиваются Все Мы выиграли Мы победили И избиратели думают Ну все Все проблемы будут решены И уже на следующий выбор Можно не ходить Это Глубочайшее заблуждение Которое приводит к тому Что потом появляются Другие лидеры Уже от другой партии И все начинается Раскручиваться назад Так что Это такая Постоянная борьба Которая есть И будет Всегда И расслабляться Нам по этому поводу Никак нельзя Вот то что делают Демократы То что делают Левые Они никогда Они не теряют Присутствие Духа Даже когда Они проигрывают Все выборы Когда они теряют Там Вы помните После В 2010 году Сколько мест потеряли Демократы В Конгрессе Просто Фантастическое количество мест Никогда партия Столько не теряла То же самое Что произошло В Сенате Тем не менее Они не сдаются Будучи в меньшинстве В Конгрессе Они умудрились Бюджет раздуть До такой степени Что сейчас Показывают пальцы На Трампа И говорят Ага Посмотрите Что он делает Вы посмотрите Причем на него И консерваторы И либералы Долг государственный Растет И никак не останавливается Он во всем этом виноват Мы должны остановиться Сделать небольшой перерыв После чего вернемся И обязательно продолжим Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна Телефон студии По-прежнему 847-400-5200 Были попытки дозвониться Перед самым перерывом Но к сожалению Мы должны были К счастью Мы имеем рекламодателей Мы имеем спонсоров Которые поддерживают Наше существование И я с особой благодарностью Говорю о тех Кто это делает И все это делают Некоторые По политическим убеждениям Так сказать Снимают свою рекламу Передают Другим русскоговорящим Источникам Которые придерживаются Диаметрально Противоположной Точки зрения Которые считают Что концентрационные лагеря О которых мы все знаем С которыми У нас определенные Ассоциации вызывают Так вот Там есть люди Которые говорят Что то что происходит На границах На наших южных границах Это и есть Концентрационные лагеря То бишь Сегодня вот кстати Были слушания В конгрессе И слезу пустили И Рашида Тлаипа И Акасия Кортес Просто прям Слезами умылись По поводу Зверств Которые творит Американская гестапо По отношению К бедным Несчастным Людям Которых Мы загнали В эти концентрационные лагеря Просто вот прям взяли Пришли с оружием В руках на их землю И загнали их В наши лагеря И вот со мной На фейсбуке Один мой Приятель Назову его так Не буду называть его имени Адвокат По сей день Ведет Вот по сей час Ведет дискуссию Отстаивая Свою правоту С одним из представителей Наших адвокатов Или он имели Удовольствие Пообщаться В нашем эфире Ну и вот Другой адвокат Уже и по прежнему Ведет дискуссию И отстаивает Свою правоту Сравнивая Концентрационные лагеря И говорит Что кстати Гетто во время войны Вот там Еврейские гетто Там тоже люди Имели такую же свободу Как и в этих концлагерях И медицина там была И работа у них там была И так далее В общем Я не знаю Чем руководствуются Эти люди Когда они об этом говорят Я просто не понимаю Это настолько абсурдно Что даже Как бы спорить Держи не хочется А просто Ты думаешь Боже мой Если человек Этого Либо делает Вид Тогда с ним не веришь Если он спорит Он будет тебе Так сказать Всеми силами доказывать Что белая черная А черная желтенькая Вот Либо он не понимает Но если он не понимает Тогда значит Он такой непроходимый идиот Что значит Ну как же может На него достучаться Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Эти так называемые Лойеры Или круглый идиот Или шкурники Это же их клиенты Они потом будут Бороться за их права Они будут Здравствуйте Их три шкуры Это просто настоящие жулики Будьте здоровы Ну есть Есть и такое мнение Конечно И вообще интересно Причем эти же люди Всегда утверждают Что Вот эти нелегалы О которых мы говорим Мы видим Что проблема Возникает Серьезная проблема Что И финансово И экономическая И проблема безопасности Да кстати На сегодняшних слушаниях Акасия Кортес Сказала Что нет никакой Необходимости Их задерживать Нет никакой Необходимости Их помещать В эти центры В этом нет Никакой необходимости То есть Тысячи людей Среди которых Не только Гондурасцы И прочие Так сказать Но и выходцы С Ближнего Востока Представители Айсис Представители Там из африканских Стран Непонятно Чем они занимались То есть Ее не беспокоит Судьба американца Который будет убит Каким-то там Эмэстертин Или каким-нибудь еще Шалопаем Из Мексики Или из Гондураса Или из Сальвадора Потому что Ну А я очень удивлюсь Если это забеспокоит Их это не беспокоит А вот судьба Абсолютно Ниакого отношения Они вот эти вот Которые сейчас Так сказать Новые Что произошло Я извиняюсь Так это самое Демократическая партия Начала вести Такую жесткую пропаганду В университетах В средствах Массовой информации И воспитала Целую плеяду Людей Которые Настолько Эндокренированы Что они просто Первые Эти самые Зали Что они лугу А что они Просто не понимают Как-то может быть Другое мнение В университетах Ниакого другого Мнения не было Если Какого-то было Другое мнение То его Всех Улюлюками Выгоняли Профессоров Выживали Писали на них Там всякие Доносы И тому подобное Есть куча доказательств Этому Так что это не просто Пустые слова Студентов Отселялись от них То есть основанием Для переселения Из хомты в комнату Было Что студент Второй Который со мной живет Он любит Скажем Роналда Регина Или он любит В данный момент Доналда Трампа Это основание Для переселения А боже мой Какой ты несчастный Университеты Организовывали Комнаты Которые Когда В стрессе Были студенты От того Что победил Доналд Трамп А не их Любимая Хиллари Клинтон То в целом Ряде больших Университетов Были организованы Помещения С тикой музыкой С матами брошенными С чем-то еще С надувными игрушками Которые можно было Пинать ногами А потом ложиться На эти маты И отдыхать Медитировать И выживать От этого ужасного стресса Вот когда эти люди Выходят В жизнь В реальную И выясняют Что есть какие-то там Люди У которых Другие Мнения То естественно Они считают Что кошмарные Какие люди Мнение Имеется Либо потому что Ты Зверь И свою бабушку Сбросишь за деньги С утеса Либо потому что У тебя Как мы говорим Какая-то там Нажлива у тебя От этого есть То есть они Абсолютно в этом Уверены И поэтому Они кричат Свободу слова Ни в коем случае Не давать фашистам А фашистами Называют Любого человека Которого есть Иное мнение Чем их Потому что Их научили Тому Что любой человек Который имеет Другое мнение Чем вот Основополагающая Университетская Газетная MSNBC И тому подобное Любой человек Который Даже сомневается В этом Он плохой человек Ему не нужно Давать свободу слова Ему нужно В тюрьму Ему нужно В лагеря Перевоспитание И вот сейчас Они получили В нашем конгрессе Продукты Этого воспитания От мусульман До бартендерши Людей Которые Просто Воспитаны На ненависти Воспитаны На чем-то еще Которым Совершенно Наплевать На Америку В том виде В котором Она существует Как говорил Барак Абала Надо Фундаментально И он 8 лет Пытался это делать Изменить Эту страну В том числе Скажем Изменить Теловые ведомства Чтобы они действовали По заданию Людей Которые знают Что они правы Искреляли людей Которые Действуют Охот Какое-то другое мнение Давно уже Перестало Работать Когда-то Великое Американское Утверждение Я не согласен Не за одной Мыслью Которую Ты высказал Но я готов Умереть За твое право Их высказывать Это уже Давно прошло Давно проехало Потому что Раньше Это было просто Варианты Как сделать Америке лучше А сейчас Это варианты Как сделать Америке Хуже Потому что Вот те люди Которые говорят По-другому Говорят не так Как мы считаем И думаем Так вот эти Вот четверка Которая сейчас Борется с Пелоси Пелоси Всегда была С моей точки зрения Оголтелой Левачкой Так она выглядит На фоне этих Отмороженных Просто как будто Консерватор Какой-то Точно так же Как на фоне Двух Дюжин Кандидатов В президенты Джо Байден Выглядит Человеком Разумным Хотят Искать Мы все знаем Я-то думаю Что не он будет Выдвинут От партии Я давно уже Считаю Что Камала Харрис Я естественно Могу ошибаться А все остальные Но я подозреваю Что ее тренирует Обама Лично И его люди Она там Через мужа Там и прочее Связана с тем лагерем Она Темная По цвету кожи Она не черная В смысле Не афроамериканка Но темная По цвету кожи Поэтому может кричать Мы там темнокожие Она женщина Она И совершенно Беспринципна Нужно было В возрасте 18 лет Она влезла в постель Чеку на 40 с лишним лет Ее старше От которого ждала Политических Всяких фейверс И получила От них Назначение Во всякие комиссии И тому подобное Она человек совершенно Беспринципна И совершенно ей все равно Но проблема в том Что если Скажем так сказать Вот представьте Что ее выбрали И по большому счету Она не коммунист Какой-то Но ее выберут На волне Такого социализма Что она уже будет Вынуждена играть Не в свою игру А в ту игру Тех людей Которые Тех масс Которые ее выбрали И все Расскажут о том Что они потом Потом перейдут В середину Они там На общих выборах Перестанут быть такими Не перестанут Они просто будут Говорить Как говорила Барак Обама Я по центру А на самом деле Все те Кто давит на них Все группы Которые их выбрали Все группы На которых они базируются И собираются базироваться Дальше Они оголтелые леваки Они Я не имею ввиду Либералы Либералы Это хорошее слово Оголтелые леваки Вот И это будет Президент оголтелых Леваков Кто бы ни был Сейчас От демократической партии Даже Джо Байден Который О боже мой Боже мой Какой он Не дали Вот скажем так Чтобы никого не обидеть Ну ладно Давайте Примем звонок Добрый день Добрый день Да Вот тут все время Звучит у вас вопрос О том Что вот почему Так вот демократы Они Ну что Ну то есть Мы все удивляемся Как они так могут Но дело в том Что я считаю Что Это не то Что они Могут Они просто Дело в том Что они Не могут Вот именно Даже если бы они Хотели что-то сделать Они не могут Потому что Здесь идет вопрос Наверное Скорее всего О духовности О психологическом Воздействии Которое на них Ну то есть Идет Дилемма такая На мой взгляд Она простая Но наверное Лучше разговаривать Наверное Все таки По поводу этого Со священником Который Более-менее Более полно Объяснил То есть Я считаю Что Дилемма такая Что Или ты работаешь На Бога Или ты работаешь На сатану На дьявола Когда ты Все начинается С твоих мыслей Как только У тебя мысли Идут на разрушение Значит Тебя тут же Сатана Как бы Берет свой оборот И ты уже Не можешь Ничего сделать Если ты Работаешь на Созидание Тогда ты работаешь На Бога Тогда у тебя идет То есть Развитие Светлое Будущее Впереди И так далее Поэтому Эти люди Просто Когда они Работают На дьявола Они За разрушение За насилие Они Уже Уже Работают Понятно Все Спасибо 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 Огромное За звонок Я попробую Сейчас По этому поводу Пообщаться Дело в том Что дьявол Если говорить От терминологии Которую Наш звонящий Предложил Он Рядится В Ну скажем Так сказать В одежду Невидной девицы В ангельские одежды Не убегает С рогами Дышит Там Серый И огнем А Дело в том Что Перехожу Из той терминологии В привычную мне Дело в том Что Практически Все те Демократы Я сейчас не говорю О лидерах Демократической партии Которых я знаю Которые скажем Поддерживают Там Ах Нельзя Задерживать Они Считают Что Они делают Вот как раз Они то И есть те Которые работают На благую цель Потому что Ну как же Действительно Разъединять Детей От родителей Совершенно забывая При этом Что любого Преступника Которого Сажают В тюрьму Забирают В тюрьму Они его дети Остаются И вот так Разделяют Да От этого Они говорят Ну как же Можно Ведь люди Они пришли И им нужна Скажем Медицина И как же Мы можем Не лечить Правильно Только не надо Пускать их сюда Потому что Это не наша проблема Вот Как же можно Не давать им На еду На хлеб Как же можно Их выселять Если они уже Здесь прожили Там пять лет Но они прожили Пять лет И прятались Все это время И т.д. И т.п. То есть Они все время Исходят из эмоционального И видят только то Что на поверхности Проблема в том Что разные Вот Интерпретации Того Как сделать лучше Они одна Вот на поверхности Если вот Давайте поможем Потому что Это Переходят В другую аналогию Скажем Я врач И у человека Гангрена Я должен Резать ногу И я Я говорю Ой что Ему же будет Так больно Ну что потом Наглязг От нее Ну это же потом Потом А сейчас Ему же будет Так больно И тому подобное Значит вот Абсолютно тот же взгляд С моей точки зрения Может немножко Простоватое Сравнение Но Либо ты смотришь На сию секунду Либо ты думаешь На один шаг вперед На два шага вперед И тогда ты понимаешь Ни в коем случае Нельзя Этого делать Нельзя делать то Что они предлагают Потому что Это ухудшит жизнь Как тем Кого бы сюда Что называется Притащили И разрешили И дали Так и тем Кто разрешал И давал Точка Люди Которые живут В каком-то обществе И создали свои законы Этого общества Если они хотят Чтобы эти законы Поддерживались То надо их выполнять И сделать их Обязательными Для всех Точка Иначе все Иначе придет Такое количество Других людей Которые плевали На твои законы Один закон Не поддержался Другой поддержался А потом развалилась Вся эта группа Большая не работает Больше нет Америки Которая Великая страна Производитель Которая вытащила Из нищеты Практически 95 А может 99 Процентов Людей Которые живут На нашей территории Неслыханно Невозможное До того Одновременно С этим были страны С той же самой Возможностью Строить те же самые Фабрики Заводы Капитализироваться На экономике На изобретениях Которые не делали этого Потому что у них Строй был другой Потому что там 5-3 процента Населения Воровало у всех Отнимало у всех Что могло И одеть их Заставляло В Северике Никто никого не заставлял Тебя голод Тетко заставляет Если сказать А теперь мы будем Всем давать еду Вот по тысяче долларов Каждый месяц Вот Это хана этой стране Просто конец Конечно Это очень прекрасная идея Взять и дать Всем по тысяче долларов В месяц Чтобы они никогда Не страдали Ну и вот 70 процентов страны Перестанет страдать Перестанет работать Справит? Давайте попробуем Приняться Так Не дождались 847-400-5200 Что касается Университетов Школ Профессуры Вот В Ель Ло Скул Профессор По имени Эмили Джейн Одел В Твиттере Написала Что Жителям Советского Союза Гражданам Советского Союза Жилось лучше Чем живется Американцам И вот Такие С позволения Сказать Профессуры Профессорши И профессора То есть В каком-то смысле Я понимаю Ничего в школе Им ничего Рассказывали родители Потому что родители Сами не имеют Ни малейшего понятия Или были левые Такие Которые коммунизм Считали Как Берди Сандерс Да Так сказать Оптимальным Потом они пришли В high school Которые тоже Не дай бог Никого не трогали Потом они пошли Учиться Women's studies Или там Что-нибудь Такого типа Так сказать Либерал Что называется Науки Движение Африканской За независимость 18 века И вот они вышли Мастерами Этого дела Не имея Ни малейшего представления Ни о жизни Ни о политике Ни об экономике Вообще ни о чем Им там все время Вбивали Что вот значит Вот если тебе Бесплатно дают Медицину Как в Советском Союзе То все Все прекрасно Все то же самое Что здесь Только бесплатно Вот Ну естественно Они идиоты Извиняюсь Сами же они не могут Залезть и что-то учить Или что-то выяснять Значит они то что Вообще все говорят Они просто повторяют От того что этот человек Стал профессором Он никак не изменился Ни в чем Вот такой же абсолютный Тупой дурак Или дура Извиняюсь за слово Так сказать Может быть дурой Обидится Что она такая идиотка Я и сказал что она дура И ну что делать В этом проблема Этой страны Мы упустили обучение Это то самое Что я уже много лет Кричу На каждом углу Мы отдали Обучение Наших детей Которые уже Третье поколение Сейчас начинается В руки Оголтелых Идиотов Давайте попробуем Принять еще Звонок Добрый день Пожалуйста Здравствуйте У меня Как бы короткий вопрос Ну вот В прошлом месяце Говорили что Было 300 тысяч Кто перешел Границу Там только официально А сейчас Есть ли у вас Какие-нибудь Сведения Там Апдейты Что сейчас происходит То есть Это стало хуже Это стало лучше Если можно Спасибо Да конечно В этом месяце Как раз Цифры пришли Вчера Значит На 40 процентов По сравнению С прошлым месяцем Уменьшилось Переход Границы Все еще Огромное количество Там 60 тысяч Задержанных Там и тому подобное Но совместное Усилие Скажем Мексиканцев И В общем Наших пограничников Они начали давать Какие-то плоды Мексиканцы В общем Достаточно успешно Начали действовать На своей Южной границе Они послали туда Вместо 6 Обещанных тысяч То что называется Национальная гвардия Послали туда 15 Плюс добавили туда Еще 2 тысячи Там специальных Агентов Непомниского Отделения Полиции То есть у них Там 17 тысяч Человек И они Всеми силами Пытаются Тоже Демократическое Государство Мы можем говорить Все что угодно Но это не демократическое Государство То есть выборы И тому подобное То есть они не могут Стрелять по этим людям Они могут только Пытаться их Остановить Каким-то там образом Ну вот они Каким-то образом Останавливают И пытаются Вытолкнуть их Обра Не знаю Как оно дальше Все будет происходить На сегодняшний день С начала года Если я не ошибаюсь Я вчера по-моему Слушал как раз Был представитель Пограничной службы Речь шла о том Что более Шестисот тысяч Человек Задержаны После нелегального Перехода границы Ну вопрос был в том С предыдущим месяцем Как бы Который Посмотрим с предыдущим месяцем На сорок процентов Уменьшилось Количество приходящих Все равно Огромное количество Это действительно Так Ну вот сейчас Поскольку Поскольку этот вопрос Миграционный Стоит на третьем месте В Так сказать В приоритетах Избирателей То конечно Сейчас демократы Разыгрывают Эту трагедию Слушанье устраивают Слезы льют Что мы такие Секи Что мы устраиваем Концлагеря Для бедных людей Которые Бегут от смерти Сравнивают их С евреями Которые На Сент-Луисе Пытались Убежать Из газовых камер В итоге Были отправлены Назад в газовые камеры И так далее И так далее То есть опять Эмоциональный Такой посыл Что Страна наша Бесчеловечная Российская И так далее Добрый день Пожалуйста Добрый день Вы знаете Они не Сами на самом деле Ни во что В это не верят То что обещают Так сказать С наивным людям Вот пример Он Я считаю Хороший Вот это вот Мету И Сексуал Харрассмент И особенно Child Abuse На самом деле Атилейтед То есть связанная С демократами Организация Нам была Была Педосильская Организация Она была известна В 90-е годы Ну вот В прошлом столетии И в начале В общем-то 21-го века Так сказать Сейчас она Тоже существует Просто Про нее не говорят А это организация ACLU Которая как бы Это Орган Non-profit Organization Для демократической Партии Она ее защищала То есть Педофилия Это нормально Для демократов В то же время Мету И все остальное Циничные Лицемеры И просто Негодяи Спасибо Я по сути Согласен Конечно Более того Я смеюсь На самом деле Это трагедия Большая Под самый конец Наукоснуться Эйпштейна Человек Которого Осудили Это не просто Человек Которого подозревают Человек Которого осудили Человек Который Отсидел полтора года В тюрьме По тому поводу Что у него Там было 11-12 Доказанных Ситуаций Когда он Склонял И склонил К Совместной Половой жизни 15-16-17 Летних девочек И тому подобное Вот его После того Которого осудили Он отсидел Он подписался Что он Обязан сообщать Про все свои адреса Полицейскому руководству Там где он живет Или там где он бывает То есть Ну 100% Так вот Его продолжали Прекрасно Приглашать На все тусовки Голливудские И Чак Шумер Не отказывался Против вот тех Кто Женщин На рабочем месте Там и тому подобное И Чак Шумер Не отказывался От денег Которые он Выделял ему На избирательную кампанию Ну конечно 22 по моему Тысячи долларов Получил он От Пштейна Леон Огромное спасибо До встречи В следующий раз До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок